Добрый вечер, уважаемые слушатели. Прежде чем включить экран и приступить, я хочу еще раз напомнить, что я пользуюсь текстами, взятыми из этой книги, так называемое «Белое издание Торе». И на сегодняшний день остаются вот уже считанные комплекты. Кто еще не приобрел, может обращаться и приобретать, потому что, значит, наше второе издание заканчивается и придется вам ждать третьего издания. А у тебя есть право пользоваться этим изданием, правильно? Да, оно мое просто. Ну вот это как бы, да, чтобы было понятно, какое ты имеешь к нему отношение. Тов, ну хорошо. К авторству Тора я не имею никакого отношения, а вот к переводу и комментарию имею некоторое отношение. Окей. Тов, значит, такое впечатление, что вы сейчас видите мой экран, правда? Да, оно тебя не обманывает. Вот. Значит, мы сегодня будем говорить о пересчете народа Израиля. И для начала мы просто вспомним, где первый раз возникает счет. На самом деле, еще с книги Берешит все время при описании той или другой семьи говорится о рожденных там сыновьях, дочерях, определяется их количество. Но только нигде специально не оговорено, что вот надо сосчитать членов семьи. В общем, и так понятно. Даже если в семье там 12 сыновей и 13 дочка, то, вероятно, Яков, так сказать, сходу мог сообразить, сколько у него жен, детей, там, слуг, рабов и так далее. То есть специально пересчитывать не пришлось. И последний раз вот этот пересчет семьи мы находим в первой главе, в первом разделе книги «Шмот». И была вся душа выходящих из бедра Якова 70 душ, а Юсеф был в Египте. Значит, это вот последний раз, когда еврейский народ выглядит как одна семья, семья Якова. Пришли в Египет, значит, 70 душ, из которых вот Юсеф со своей семьей жил уже в Египте раньше. Дальше Тора нам говорит такую интересную вещь. И сыны Израиля плодились и кишели, и умножались, и усилились очень-очень. И наполнилась страна имя. То есть в течение там, ну, по разным мнениям, некоторые комментаторы говорят, что это 400 лет, некоторые говорят, что это 210 лет. Ну, в общем, через какое-то время семья Якова превратилась в многочисленный, а вот слово народ я пока не произнесу, стала очень многочисленной. И обратите внимание, что Тора нам не говорит о том, что это появился новый народ, да, народ Израиля. Это умножение сынов Израиля. И вот эта вот фраза «плодились и кишели, и умножились, и усилились очень-очень, и наполнилась страна имя», вы знаете, она очень похожа на другую фразу, когда вся страна, ну, несколько позже, в книге тоже шмот, вся страна Египет наполнилась лягушкой. Или вся страна Египет воскишела там всякими там нехорошими делами, ну, речь идет о казниках египетских. Вот, то есть это еще такое чисто биологическое умножение, которое, в принципе, свойственно и животным там, и насекомым, и кому угодно. И не сказано «народ Израиля», не сказано «двенадцать колен», никак не определяется структура, а вот просто плодились и кишели, и умножались, и заполняли страну. И единственное, о чем нам специально говорит Тора, о колене леви, то есть даже когда происходят какие-то там непонятные ситуации, там подрались два еврея или подрались еврей с египтянином, откуда они были, кто они такие, об этом речи нет. Вот про колено леви мы знаем, да, что среди сынов Израиля было колено леви, потому что пошел муж из дома леви и взял жену из дома леви и так далее, и так далее. Вся эта история описана. И когда мы собираемся покинуть Египет, то покидать Египет вот такой толпой, многочисленной, очень многочисленной, но все-таки толпой, никак не структурированной, никак не похожей на организованный народ. Все-таки сложно. И поэтому одна из первых заповедей, которую мы получаем, это заповедь возникновения некоторой социальной структуры. Причем эта социальная структура растет снизу вверх. И основана она на наиболее таком сильном способе выделения, структурного выделения людей на семейном выделении. Где мы это видим? А это шмот раздел Бо, 12-й перик, 4-й посуг. Когда дается заповедь о Корбан-Песах, об организации пасхального жертвоприношения, то надо рассчитаться по семьям на ягненка. А если слишком маленькая семья, чтобы в один присед съесть ягненка, то надо объединить несколько семей вместе из ближних соседей по счету душ, муж по едоку его посчитайтесь на ягненка. То есть заповедь нам определяет, что, во-первых, у нас есть семейная структура и она ляжет в основу народа. А во-вторых, семья существует не в безвоздушном пространстве, а семья существует как-то вот в кругу других семей и им естественно объединяться. То есть это некий зародыш будущей еврейской общины, которая состоит из нескольких семей, проживающих рядом. То есть вот начинает образовываться первичная социальная структура, которая тоже связана с неким расчетом. А расчет состоит в том, что надо смочь съесть ягненка за раз. Значит, следующий шаг структурирования народа, обратите внимание, как все это идет последовательно, образуется некая общенациональная структура, не связанная с семьей. То есть здесь речь не идет о коленах, здесь речь не идет о родственных связях, речь идет, ну скорее, так можно если сказать, об ополчении таком. Да, поскольку разговор здесь и дальше пойдет о военнообязанных, то это очень похоже на ополчение, когда есть в некоторой военизированной структуре командиры тысяч, сотен, пятидесятков и десятков. И эта общенациональная несемейная структура связана с советом, который дал Итро, Медьянский коэн, когда он пришел к горе Синай и поговорил со своим любимым зятем Маше. И вот, значит, у горы Синай еще до Синайского откровения возникает такая структура. Интересно отметить, вот я специально сказал, что это структура не связанная с семьей, потому что здесь сказано начальники тысяч, но ничего не говорится, что эти начальники тысяч там подчиняются главам колен и так далее. Вот об этом пока речи нет. Просто такая внесемейная структура, но уже структура, которая идет вертикально через весь народ. При пересчете народа Израиля, значит, вообще говоря, после вот этого самого расчета 70 душ, вышедших от Яакова, значит, после этого расчета мы не знаем сколько нас. Мы знаем, что из Египта вышло очень много народу, которые кишели и наполняли страну. Да еще говорят наши мудрецы, что с нами вышли многие египтяне, которые увлеклись идеей исхода. Хорошо, но сколько нас на самом деле мы еще не представляем. И вот если заняться пересчетом, то возникают три проблемы. Проблема номер один. Считают только то, что является ценным. Действительно, никому не придет в голову пересчитывать рисинки в пакете с крупой. Но если у человека лежит некая пачка 200 шекелевых банкнот, то он, наверное, в какой-то момент их пересчитает. Ему интересно, сколько у него там действительно денег в пачке есть. Так вот, с одной стороны, Всевышний считает Израиль своей величайшей ценностью. Израиль в смысле народ Израиль. И раз так, то, наверное, неплохо было бы его посчитать. А с другой стороны, еще в обещании данным Аврааму в самом Первом Союзе было сказано, что Израиль неисчислим. Что вот потомство Авраама будет неисчислимо, как песок на берегу моря, как звезды на небе. Никто не может исчислить прав земли. И тем не менее, значит, Израиль ценность. Его надо пересчитать. Пересчет нужен, ну, хотя бы потому, что у нас уже до Синая произошла первая военная история. Как сейчас принято говорить, военная спецоперация по борьбе с Амалеком. В ней пока участвовал не весь народ, только некоторые избранные мужи, но тем не менее. И в дальнейшем нас ожидает еще много военных операций. А занимаясь боевыми действиями, неплохо знать, сколько у нас человек в строю, кого куда направить. Потом в книге Йошуа мы увидим, как Израиль делится на отдельные боевые части. Там кто-то сидит в засаде, кто-то пошел туда, кто-то пошел туда. Для всего этого численность является абсолютно необходимой. Значит, пересчет нужен. И вот надо как-то выйти из этой ситуации. Что Израиль неисчислим, но пересчет нужен. Вторая проблема пересчета состоит в том, что кто-то окажется в первом десятке или там сотня и так далее. А кто-то окажется в десятой тысяче. А кто-то окажется там в шестьсот пятой тысяче. Шестьсот пятой еще пока нет. Хорошо. В шестисотой тысяче. То есть возникает некое неравенство. А почему он первый, а не я первый? Или почему вот эти попали в первый десяток, а я нет? Интересно отметить, что вот этот вот принцип, кто сидит в первом ряду, кто сидит в третьем, а кто в последнем, возник у ашкенастских евреев только после долгого общения с европейцами и христианами. Так сказать, вот в католических европейских храмах стулья стоят рядами. Поэтому есть те знатные горожане, которые сидят в первом ряду, а есть какие-то там дровосеки, сапожники, которые сидят во втором ряду. Вот ашкенастская традиция переняла такой европейский принцип. Сефардская традиция рассаживает людей в синагоге в принципе по-другому. В классической старой сефардской синагоге люди сидят по кругу. И если вы посмотрите на раскопки старых синагог еще эпохи второго храма, когда храм стоял, а синагоги уже были, скажем, синагога в Гамле на голландских высотах или синагога в Эйнгеде внизу, то вы увидите сиденье, ну каменная такая лавочка, которая идет по кругу зала, где все сидят как бы равные. Вот что сказано в песне Инны Матогу Манаем Шелидахим Гамьяхом. Как хорошо, когда братья одного племени сидят рука об руку Гамьяхом. Вот. Нету понятия, кто в первом ряду, кто в последнем. Так вот, а при пересчете это неизбежно возникнет, и это проблема. И, наконец, третья проблема пересчета связана с тем, что не должен чувствовать себя еврей полностью самодостаточным. Но только как часть народа, как часть общины, как часть какой-то структуры, к которой я отношусь. Вот не я сам по себе и все тут, да? А вот я, конечно, сам по себе, но я и часть семьи, и часть общины, и часть еврейского народа. И вот как решили эти три проблемы во время первого национального пересчета. Я напоминаю, дело происходит у горы Синай. Это недельный раздел Китеса. Пересчет проходит обезличенно. Это дадут всякий проходящий по подсчетам. Половину шекеля по шекелю выделенности, 20 гера шекель, половина шекеля возношения для аше. То есть, проходят люди, и каждый... Ну, речь идет о пересчете военнообязанных от 20 лет и выше. Так вот, каждый кладет монету в половину серебряного шекеля. Значит, ну, серебряный шекель по разным источникам, так сказать, это от 8 до 22 грамм. Значит, есть соображение мудрецов, о каком шекеле здесь идет речь. Так ли иначе, когда сделали подсчет вот этого серебра, то есть все положили по полушекелевой монетке, причем строго было указано, богатый не даст больше, бедный не даст меньше. То есть, где-то там, за пределами пересчета, можно помочь бедному человеку, чтобы у него была своя полушекелевая монета. Но, что называется, в счетной комиссии, будьте добры, каждый положит по полушекелевой монете. Дальше все очень просто. Серебро взвешивается. Его оказалось 100 гектаров и 1705, и 70 шекелей. И таким образом всех проходящих по подсчетам от 20 лет и выше было 603 тысячи и 550 человек. 603 тысячи и 550 человек. Пересчет совершен. Значит, я обращаю ваше внимание, что вот этот вот обезличенный пересчет, значит, во-первых, не давал никаких соображений, в каком колене сколько. Во-вторых, так сказать, здесь нет вообще никаких имен и чисел. Мы посчитали общую численность народа. Это важно, это необходимо, но, так сказать, вот это такой обезличенный пересчет. Хорошо. И я обращаю ваше внимание, что после этого пересчета произошла неприятная история с изготовлением золотого теленка. И левиты, которые оказались верными Ашем и к изготовлению теленка не имели никакого отношения, кроме того, что глава колена Леви Аарон, собственно, этим и занимался. Но, тем не менее, вот левиты положили каждый меч на бедро свое и казнили около трех тысяч. Обратите внимание на такую вот расплывчатую формулировку. Около трех тысяч – это как? Две семьсот или три двести? Ну, вот сколько-то. Вот сколько-то казнили тех, кто слишком активно плясал у золотого теленка или слишком активно хотел, чтобы его сделали. И дальше возникает следующий пересчет, собственно, который и описан в нашем сегодняшнем недельном разделе. Мы готовимся к выполнению национальной задачи. А в чем состоит наша национальная задача? Я напоминаю, выйти из Египта – это не цель, это средство. Прийти к горе Синай – это еще… Что? Простите, кто-то… Не, слегка, 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 это я виноват. А, так. Так вот, наша национальная задача – выйти из Египта – это только средство. Прийти к горе Синай – это только средство. Даже получить Тору на Синае, получить десять заповедей – вот это вот самая такая кульминационная точка раздела Итро. И это еще не цель, а цель другая. Цель, ради которой мы вышли из Египта, ради которой мы пришли к Синайу, ради которой мы получали Тору, цель состоит в реализации Торы на Земле. Здесь и сейчас. И не у горы Сина, а реализация Торы в стране Израиля. Цель состоит в том, чтобы прийти в страну Израиля, завоевать ее, тем самым, чтобы Всевышний выполнил свое обещание – тебе и потомству твоему даю я эту землю. И вот на этой земле надо построить национальное государство, которое должно явиться реализацией Торы в материальном мире. И это цель. И вот к этой национальной задаче мы вплотную подошли. И именно на это нам намекает датировка. Датировка «Время и место». И говорил Ашем Маше в пустыне Синай в шатре встречи 1-го числа, месяца 2-го, в год 2-й, по выходе их из страны Египет сказал. То есть нам точно сказано, где это происходит. Это у Сина, мы еще здесь. Это после строительства Мешкана, мы уже построили вот этот вот шатер встречи, и уже Всевышний опустился на Мешкан, и из промежутка между кругами он непосредственно говорит с Маше и Аароном, дает указания. И это все подготовка. Все это еще не цель, все это еще подготовка. И дело происходит в год 2-й, значит, ну, мы вышли из Египта, как мы помним, 14-го Ниссана. Значит, Ниссан – это первый месяц по выходу из Египта, и начало первого года по выходу из Египта. То есть месяц 2-й, это месяц Ияр, значит, вот прошел год и две недели после исхода из Египта. Идет первое Ияра 2-го года по выходе из Египта. Значит, и мы готовимся начать путешествие по пустыне. Собственно, недельный раздел Бумикбар, он и говорит о том, что мы вот готовимся идти в пустыню. И для того, чтобы идти в пустыню, нужен еще один пересчет. И я обращаю ваше внимание на особенность этого пересчета. Это уже не обезличенный пересчет главы Китеса. Это пересчет в соответствии с социальной структурой народа. Вознесите голову все общины сынов Исраэля, по семьям их, по дому отцовых, по числу имен, всякого мужчину, по черепам их. От 20-летнего и выше, всякие выходящие войска в Исраэля, посчитайте их по войскам их, ты и Аарон. Значит, мы будем считать, и дальше этот недельный раздел нам покажет. Мы туда уже не пойдем. Прочитайте сами по белой книге. Так вот, уже подсчет будет, в каком колене какие семьи, и численность каждой семьи, и численность каждого колена, и общая численность Исраэля. И заодно весь Исраэль будет разделен на четыре лагеря. Значит, по три колена в каждом лагере. И будет определен порядок движения в пустыне и организации стоянок в пустыне. В центре Мешкан, дальше семья Аарона, Коэны, которые работают в Мешкане. Вокруг них стоит лагерь колена Ливи, которые занимаются транспортировкой Мешкана, подготовкой дров там и так далее, и так далее. Значит, всевозможной службой в Мешкане. А вокруг лагеря Ливи четыре лагеря, по три колена в каждом. И появляется новая структура. Скажем, Ягуда не просто руководитель колена Ягуда, но он еще руководитель первого передового лагеря из трех колен и так далее. То есть усложняется социальная структура народа и наполняется конкретной численностью. И, наконец, хедуш этого пересчета. Впервые создается счетная комиссия. Я напомню вам известную фразу Иосифа Сырёновича Сталина, которую он произнес во время 14-го съезда ВКПБ, съезда победителей. Значит, простите, не 14-го, 17-го съезда. Простили. Да, простили, это 17-е съезда. Важно не то, как голосуют, важно, кто и как считает. Так вот, товарищ Сталин учился в семинарии и поэтому, по крайней мере, христианский вариант Библии знал. Важна счетная комиссия. И с вами будут муж, муж по колену, муж-глава для дома отцов своих. То есть, если раньше там, а, какая проблема, прошли люди, положили повушетели, кто-то взвесил, записал, вопрос решен. Здесь серьезный пересчет. И для этого пересчета создана специальная счетная комиссия, куда входят Маше, Аарон и все представители колен. Потому что этот счет закрепит социальную структуру еврейского народа, по крайней мере, на ближайшие 39 лет. Значит, и были все подсчитанные 600 тысячи, 3 тысячи и 550. Значит, следующий пересчет произойдет на берегу Ердена, напротив Ерехо, 39 лет спустя. Значит, и описан он в той же книге Бамидбар, да, это вот все здесь, только в недельном разделе Пинхас, когда мы уже стоим напротив Иордана и готовимся к завоеванию и разделу страны. И эти исчисленные сыновы из Исраиля 600 тысяч и 1730. Бамидбар 26,51. И тоже пересчет идет по коленам и по семьям. Причем, зачем нужен этот пересчет? Это совершенно очевидно. Так сказать, пересчет вот там у горы Синай нужен был для закрепления национальной структуры народа во время путешествия по пустыне. А здесь этот пересчет очень важен, потому что сказано, что землю, страну Израиля надо будет делить по численности колен. И более многочисленное должно получить больше участок, менее многочисленное меньше участок. И пользоваться результатом пересчета 39-летней давности нельзя. Наверное, что-то изменилось и действительно изменилось. И если вот эта вот общая численность не сильно изменилась, ну там уменьшилась там на сколько? Меньше, чем на 2000 человек. Здесь 603 550, а здесь 601 730. Ну, так сказать, в пределах приборной погрешности. Но соотношение между численностью колен изменилось существенно. И некоторые колена в пустыне выросли, а некоторые колена в пустыне убавились. Есть очень интересный комментарий, почему так произошло и что мы отсюда учим. Ну, вот что я вам хотел сказать о численности. Кстати, должен вам сказать, что принцип вот такого формирования счетной комиссии в нашем государстве сохранился. Вот когда я работал в избирательной комиссии в нашем городе на выборах в КНЕСЭК, то в составе счетной комиссии были представители всех парламентских партий прошлого созыва. То есть я был от своей партии там, и от всех других партий тоже сидели представители. И понятно, что в таком варианте пересчета смухлевать невозможно по определению. Все следят, чтобы никто другого человека, ну, то есть другую партию не обманул. Каждый следит за каждым, пересчет проходит с точностью до единицы. Так что вот этот вот принцип формирования счетной комиссии у нас, в нашей стране, в политической системе реализован еще и сегодня. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Эй, народ, вопросы по поводу подсчетов? По-моему, очень интересная тема насчет подсчетов, правильности подсчетов. Вот в Америке скандал был с Трампом, вообще говоря. Да. А у нас скандалов нет. Да, но у нас скандалов нет, но при этом считается, по-видимому, все правильно. Считается правильно, а вот итоги... Да, итоги подсчетов, как бы, к сожалению, не удовлетворительны, потому что мы в последний раз, по-моему, пятый раз ходили на выборы, и, похоже, опять снова пойдем. Так что окей. Но подсчет как технический инструмент, по-видимому, очень маленький. Технически правильный, да. Окей. Всем спасибо. Ну, хорошо, господа и дамы, если вопросов к предыдущему лектору нет, тогда, с вашего позволения, я хотел перейти ко второй части нашей программы, соответственно, дополняя, либо рассматривая другой аспект нашей сегодняшней главы, а именно, значит, как вы уже догадались по названию нашего недельного раздела, да, раздела Бомедбар. По-русски переводится числа, хотя дословный перевод в пустыне. И, ну, как бы, понятно, почему по слову Бомедбар, потому что с этого начинается, как бы, первый пасук, первой главы всей книги, поэтому так названы. И понятно, что это не техническое, просто по первому слову так выпало. Это отражает как-то один из смыслов этого хумаша. Вы знаете, что каждая книга, хумаш, каждая книга, хумаша, хумаша – это как бы пятитомник, хумаш – это пятая часть. Вот хумаша Бомедбар, он открывается со словом Бомедбар. И дальше я поставил с собой такую задачу некоторую, вот идя по Ханан-Парату, мне казалось очень важно, прежде чем мы переходим, а может быть даже вот еще немножко, Юра уже немного рассказал про технику, пересчеты и так далее, и дальше, вот, посмотреть, такой Маббат Клали, то что называется, а именно постараться понять, приступая к книге Бомедбар слиха, некоторые общие положения этой книги, о чем она. Да? Вот очень интересно мне показалось в начале, Ханан-Парат пишет, что его учитель, да, ну и как бы, по-видимому, не по-видимому, духовный учитель нас всех, Раф Цви Иуда Кук, он зачастую, приступая к книге Бомедбар, да, он повторял все время, или у него была привычка повторять такое выражение из пасука, стиха книги Ирмияу. Потрясающий совершенно по красоте пасук. Это книга Бермияу, вторая глава, второй пасук. Этот пасук настолько известен, что по нему сложены песни, и вообще он пригласился, часть из них, во всяком случае, превратились как бы в идиомы, очень распространенные в современном иврике тоже, и в классическом иврике, а именно, читая на иврике, перевожу. Вот такое потрясающее, даже для тех, кто не очень понимает ивриту, очень потрясающее по, не знаю, по звучанию фразы. А перевод, перевод не менее, перевод не менее потрясающий. Взял Толдот, там это переводится так. Я помню о благословности ко мне в юности. Ко мне это ко Всевышнему, это как бы прямая речь Всевышнего. Благословность мне не очень нравится, как здесь переведено, потому что речь идет хэсэ. Хэсэ – это милость. Когда человек делает что-то, что он не обязан делать, это называется хэсэ. Так вот, Господь говорит, что он помнит о том хэсэле, который проявил еврейский народ по отношению к Всевышнему в дни своей юности, а именно как бы в начале зарождения народа. «О любви твоей, когда ты была невестой». Тоже это то, что на иврите сказано. «А ват клуатайх» есть кала, это невеста, а вот, например, брачная ножна называется лейль клулот. Вот «А ват клуатайх» тоже очень красивая фраза, это как бы любовь невесты, то есть самая сильная любовь, которая может быть по-видимому человека. Когда, а дальше описывается «когда». «Когда шла ты за мной по пустыне». А вот дальше для нас очень важно то, что описывается, что такое пустыня. «Бээрот слоз руа». Вот это одно из понятий, одно из определений, что такое пустыня, и нам это очень важно. Теперь переходим дальше, значит, к рассмотрению. мы видим, что основа книги «Бэми-2» посвящена описанию. Я, честно говоря, не историк. Но мне кажется, поправьте меня, если я не прав. Это очень редкое явление, а может быть даже уникальное, то есть я не решаюсь говорить уникальное, но, по-видимому, как минимум, очень редкое явление в человеческой истории, когда целый народ, он странствует. Тоже вот я искал слово, по-видимому, самое правильное слово – это странствование. Хотя странствование, по-русски, это переходи из страны в страну. Но как-то концептуально, по-видимому, связано о том, что человек долго ходит куда-то. Здесь как бы страны в страну не переходили. Как бы политическая карта при этом не менялась. И это перевод слова на дудин. И на дудин происходит как бы шорож от Каина, которому в наказание за убийство Авеля наказание станет Наванет. Наванет – это человек, который без определенного места проживания. не хочу сказать бомж. Бомж – некрасивое такое современное слово. Но это человек именно скиталец. Вот скиталец, да. Скитание. Это, наверное, не странствование, а скитание. Вот, наверное, скитание лучше. Да, скитание. Да. Кстати, от этого слова слово совсем далекое. Ну, как бы, но тем не менее, наднеда, на которой качаются дети, в садике, она тоже называется наднеда, потому что над ванет. Над ванет. Вот такие качания. И это очень, очень хорошо описывает вот те скитания еврейского народа, которые мы потом посмотрим. Оказывается, вообще говоря, не был маршрут в тысячи километров. Практически ходили все время по одному участку земли. То есть, как бы, крутились на одном месте. Да. Но, возвращаясь, это скитание целого народа по Нативи, называется, Нативи Мидбар, по тропам в пустыне в течение сорока лет. Вот такое странное явление. Ни один, ни два человека, а огромное количество людей. По-видимому, по-видимому, если в подсчетах, от которых говорил Юра, речь идет о больше 600 тысяч людей от 20 до 60, да, то с женами и с детьми, наверное, речь идет о где-то двух миллионах, двух миллионов плюс такое количество. Эти два миллиона вот так вот как бы коллективно ходят. Почему? Очень странное явление, да? Причем, изначально, когда они выходят, я от себя добавляю, они вообще не знают, куда они идут. Только потом вырисовываются. Сначала как бы одна остановка это получение Тору горы Синая, куда дальше как бы непонятно. В землю обетованную, которая вообще говоря, ее, как это называется, геокоординаты, неизвестны, как в современном ВЭЗе, да, или в навигаторе. Итак, мало того, эти скитания, вот это вот очень важно, они описываются очень подробно, и в них, вот это мне очень, мне кажется, очень важно, в них очень подробно описываются те коллизии, те истории, которые чисто человеческие, то есть есть божественное, есть человеческое, есть божественные указания, есть, скажи, божественный императив, есть, скажи, божественное повеление, есть божественная ажгаха, которая вводит, а с другой все время есть проявления чисто человеческих, если так можно сказать, в оппозицию божественного стремление которые говорят о человеческих слабостях какой-то момент хотят возвращаться достаточно быстро обратно в египет жалуются по поводу этого жалуются по поводу этого пик во время грандиозного прокола с мера глин с разведчиками и так дальше да и вот в книге бамид бар бамид бар вот описываются все эти перипетии в которых с одной стороны мы видим как бы огромный подъем духа стояние у горы синайской а с другой стороны мы видим падение моральное падение которое опять нашло свое самое высокое самое большое выражение в том что народ послушался разведчиков которые мироглим которые отговаривали от вступления в землю израиля окей при этом при этом важны некоторые моменты они не технически какие вся вот здесь этот сюжет который очень сложный и как бы закрученный до раскручивается перед нами при этом внутри этого сюжета есть одна очень важная точка как бы очень очень важная ключевая точка а именно книги бамид бар в девятой главе втором стихе сказано альпи ашем и ханова альпи ашем и сау то есть по слову божьему будут парковаться будут останавливаться на стоянке и по слову божьему будут двигаться в путь вот это вот мне очень бы хотелось донести то что я как бы мне кажется чувствую да вот это вот ощущение даже бы не то есть так сказать двойственности а вот этой многогранности с одной стороны опять же чисто человеческих выступлений бунтов сопротивления все прочее а с другой стороны божественного императива который стоит над всеми этими походами и пишет харан парад из вот этого вступления мы видим что как есть по-видимому как бы два главных понимания которые мы должны учесть начиная изучение этой книги это вот из такой нырфе слова то вана есть слово это все от слова наавин которое по-видимому от слова бина бина то есть не по-видимому точно слово бина это одно из синонимов и определений так можно сказать человеческого интеллекта разума понимания постижения их несколько да мы знаем есть сэхэль есть и обина бина по-видимому связано с тем что человек может выстроить логические факты и что-то построить потому что это слово однокоренное словом словом строить бивно так вот слово постижение понимания логическое называется тувана вот какая тувана первая она первая такая прежде всего речь идет о скитании вместе про которое опять очень красиво жестко сказано в книге йова я вам сейчас это зачту книги йова в 10 главе 22 стих так описывается что такое мидбар страну мглы подобный мраку смертной тени где нет устройства а свет как мрак потрясающее описание звучит так и понятно что в таком в такой ситуации в которой оказывается даже не один человек оказывается целый народ невозможно совершать какие-то планами планомеренные действия без того чтобы пишет аппарат то лим айн дешамаем а именно возьму возносим глаз к небу к тому чтобы было некоторое ну искать по-русски такое может быть избитое до выражение путеводная звезда что было что то на что человек полагается если у него нету какого то если у него нет инструмента для того чтобы услышать вот некоторый направленный призыв который будет называется линавет и отсюда слово навигация который будет навигировать его из так можно сказать в то место куда он должен прийти поэтому отсюда понятно уже мы можем как бы попонять почему произошло это трагическое событие от связанное с тем что все вышедшие из египта за исключением двоих которые выступили против бунта мироглим они все все вышедшие из египта пали в пустыне и хотя это можно потом мы будем рассматривать постараться объяснить это как некоторые ну не знаю не не технически то скажем не обман понять как необходимый жизненные условия для того чтобы поколение не поколение рабов которые не может завоевать к нам а поколение свободных людей выросших в пустыне то есть должна была происходить некоторая смена но смотря с той позиции на которой мы сейчас находимся да мы можем объяснить это по-другому что это поколение пала после того как она потеряла вот эту связь с с некоторой навигационной точкой а именно всевышним который управлял навигацией и движением народа в тот момент когда они потеряли эту связь или отказались от этой связи пустыня пустыня их закрыла и они пали это первое теперь дальше вот туванаш не я как бы второе понимание оно прямо противоположно первому несмотря на казалось бы трагический итог поколение которое вышло из египта которая 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 трагически провалила свой план и в принципе да мы можем сказать что оно вышло из египта только для того чтобы дать толчок или жизнь следующему поколению который стоит план а сами они сами они они превратились в гарин трупы которые падали в египте и для них падали в пустыне и для них выход из египта закончился трагически но тем не менее вся как бы кампания выхода из египта и блуждание по пустыне она в конце концов имеет как бы позитивный баланс потому что народ вышел так можно сказать окрепшим новое поколение под руководством юашо беннуна которое было готово к захвату эрскнан нацкой земли и вот эта вторая тувана она прямо противоположная о том что с одной стороны трагическая потеря связи со всевышним приводит к смерти в пустыне а с другой стороны в конечном итоге осуществляется то что осуществляется то что сказано не оставит всевышний народа своего и наследственно наследственно земли его не оставит и вот эти вот опять два прямо противоположных как бы понимания вокруг них тоже все время развиваются события в книге бэмидбар и дальше то что я уже упомянул да на одной канаде как говорится еще раз возвращаясь к этому вот это вот напряжение но видите напряжение это метах высоковольтные линии передач да называются метах гавоа вот этот метах вот эта напряженка которая с одной стороны между божественным управлением творца миров а с другой стороны наличием или возможности свободного выбора у каждого индивидуума и даже у всего народа которое выражается даже в том что и индивидуум и народ имеет возможность использовать вот этот как бы свободный выбор в плохую сторону он может уходить от воли всевышнего и нарушать как бы то что он должен делать и это мы видим как вот я уже несколько раз повторял в истории с разведчиками мы видим что тем не менее вот это вот коллизия столкновения вот этих двух полярных тенденций это по существу вся книга бэмидбар и дальше этим и заканчивает по существу ханан парад и он говорит шилув муфла шилув муфла это имеется в виду вот это удивительное соединение между аспектом божественным и аспектом человеческим который человеческий аспект по существу не оставляет и не дает возможность божественному плану развиваться в точном начертании в точных деталях как он по-видимому был задуман вот это потрясающая вещь а человеческий фактор вносит изменения в божественный план который изменяется изменяется соответственно с поведением людей но при этом при этом оставаясь как бы верховным императивом который тем не менее является навигатором всей деятельности вот такая вот как бы сложная сложная картина которую трудно выразить в одной простой формулировке но которая вообще нам все время проходит прямой линией через книги Торы через библейские истории и является как бы ключевой линией которую мы каким-то образом должны понять дальше останавливается Харан Парад и говорит кроме таких некоторых общих как бы концептуальных вещей о которых мы говорили перед нами разворачиваются как в любом в кавычках красивом романе величественном романе эпохальном романе обязательно кроме в кавычках да общих фраз общей концепции должен быть басар должно быть литературное мясо из так можно сказать да должно быть что-то должны быть дмует должны быть образы так вот книга Мамидбар она нам поставляет эти образы перед нами происходят живые образы Моше его брата Аарона Мирьям Лууманзот с другой стороны их идеологические противники такие как Корах и сообщество бунтовщиков которые вместе с ним далее Юшоа Ве Калет напротив Юшоа и Калева да остальные десять разведчиков и мы видим что это опять не безличностные бесхарактерные из так как говорится парве это не парве парве по-русски переводится ни рыба ни мясо это отражает как бы смысл что ни то ни сё ни рыба ни мясо да вот хотя как бы ни к рыбе ни к мясу не имеет отношения парве это ни мясо и ни молоко но тем не менее по-русски говорится ни рыба ни мясо так вот это не не парве они все наполнены страстями они борются со своими идеологическими противниками кончается образом негодяя злодея земли бен сало да который занимался на глазах у всей общины развратом с медианкой а напротив него пинхас бен-элиазар вот эти пары да пинхас бен-элиазар который спас всю общину израиля от магифа от эпидемии от поражения вынес и осуществил смертный приговор земли бен сало вот эти образы насыщенные это тоже не неотъемлемая вещь неотъемлемая составляющая книги бен-элиазар вот это то начало которое я хотел сказать которое связано с некоторым пониманием общего подхода и буквально в двух словах буквально в двух словах времени к сожалению не остается хотел сказать чуть-чуть перекидывая мост тому о чем говорил предыдущий докладчик в книге бен-элиазар есть две основные темы одна тема на которой я сейчас подробно остановился это тема скитаний и вторая тема это тема переписи счисления недаром в русскоязычном переводе книга по мид-бар называется числа потому что книга по мид-бар она вся наполнена числами но как это зачастую происходит со всеми переводами и в том числе конечно с переводом в особенности с переводами не новыми не теми которые принимают во внимание классические еврейские комментарии и современные еврейские комментарии да с изданиями прошлого времени конечно слово числа прежде всего сдает ощущение что это бесконечное или бессмысленное так можно сказать лишенное внутренней связи нагромождение чисел зачастую так у читателя который читает без комментариев без как бы понимания внутренней составляющей у нее ощущение дико скучной книги которая наполнена бесконечными пересчетами непонятно зачем так вот к вопросу о пересчете вот Ханан Парад здесь ну довольно подробно сейчас времени не осталось но мне казалось очень важно хотя бы определить эту точку зрения да вот я упомяну вкратце это было еще до начала записи мне ну посчастливилось если так можно сказать мы только что вернулись с женой потрясающего путешествия по Марокко особая история потрясающая страна впервые я увидел арабов которые в своем во всем системе которые мы встречались люди на дорогах так сяк которые видят это было религиозное турне люди молились там и все прочее никакой ненависти неприязности улыбаются занимаются своими делами что они не похожи на тех арабов которые окружают нас здесь вокруг нас да ну так вот в один день нас посадили на автобусы и привезли Сахару в пустыню я не знаю сколько из вас были в пустыне но вот пожалуй если как бы профильтровать привезли посадили на бедудов мы там минут 20 на бедудов нас бедуины значит вели прямо к началу пустыни Сахара вот здесь как бы еще не пустыни а что-то такое без барханов а вот тут буквально достаточно резко начинаются эти барханы и смотрели восход ну вот ощущение когда ты даже не смотришь на горизонт на котором там были видны озвучки-то построить и не смотришь назад а вот упираешься в эти барханы это какое-то ощущение того что странного физического места в которое человек не бывавший там оно его поражает чем поражает поражает тем что оно тебя поглощает без исходности без направленностью и отсутствием какой-либо какого-либо вектора эти бесконечные барханы огромные эти пески по которым ты идешь какое-то время мы ползли просто наверх этих самых дюнов бархан чтобы оттуда смотреть это это чувство оно в общем оно оно сильно оно сильно пугающе теперь вот у меня как бы вопрос к вам а как вы считаете вот против этой безысходности которая в пустыне против этой отсутствие этого целенаправленности отсутствие то что называется на иврите седера что этого можно противопоставить у кого-то есть соображение народ народ чем попадает в пустыню народ попадает в пустыню а что как бы 40 лет каким образом можно по ней ходить не растерявшись не поглотившись в песках ну по-видимому ответ только один должен быть седер и этому посвящена книга Бамидбар о том и для этого этому посвящены переписи лагерь махане должен быть устроен в нем должен быть седер и вот этот вот седер порядок он является и как бы физическим условием выживания но с другой стороны и концептуально он не против он является противопоставлением той бесседерностью той тем отсутствием организационного начала которая является основой пустыни и самое главное самое главное мы видим что при пересчетах эти пересчеты они прежде всего важны для чего для того чтобы выстроить сделать этот седер но выстроить его таким образом чтобы он весь располагался таким образом чтобы внутри него была некоторая центральная точка и мы увидим что этой центральной точкой становится на внутренняя точка точка внутреннего как бы самосознания вот эта вот точка это это была скине завета и шатер откровения шкан и дун где была шхина и вот именно этот седер в таком так можно сказать теоретически теоретически обустроенном месте как пустыне вырманом из всего окружающего мира от окружающих народов он по-видимому должен был научить евреев и последующие поколения каким образом должен двигаться народ в пустыне Галута среди других народов для того чтобы не быть поглощен а именно должен быть седер должно быть понятие организованности и должно быть обязательно внутренняя точка вокруг которой концентрируется вся жизнь народа если это внутренние точки отсутствуют то народ теряется в пустыне и погибает и так это случилось с поколением евреев которые вышли это была по-видимому основная причина того что что они пали в пустыне они потеряли связь с вот этой внутренней точкой ну вот это как бы на одной ноге то что я вам хотел сказать да если есть вопросы пожалуйста я на них отвечу мне казалось очень важно вот начать изучение очень важной интересной потрясающей книги бамидбар в пустыне либо то что называете числа по-русски для того чтобы понять в каком направлении мы дальше будем двигаться окей если вопросов нет я думаю что мы тогда на этом закончим спасибо всем кто участвовал в нашем обсуждении до следующих встреч счастливо пока спасибо спасибо пока пока лена пока 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 не пока